Девушки отдыхают Мою гостью «Как жить дальше» поможет наш эксперт-психолог Татьяна Дугельная. Встречайте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Леонора, расскажите, пожалуйста, что случилось в вашей жизни? Я была жизнерадостной, счастливой женщиной. У нас было двое детей. Мы были совершенно счастливы. Мы уже в браке 33 года. Достаточно долго. Это произошло 17 лет назад. Вы знаете, я сначала не верила, потому что это была моя близкая подруга. Я настолько ей помогала в то время. Ее дети ходили ко мне в детский сад. Я их воспитывала. И так мы подружились с ней. И я как бы стала все время помогать ей дома. Последний кусочек хлеба делили между собой. Вы были очень близкими подругами. Доверяли друг другу. По крайней мере, вы ей доверяли. Прошло уже достаточно много времени. И у меня сын, старший сын, болел астмой в то время. И мне надо было целое лето быть на море. С сыном вы уезжали на море, да? Да, я уезжала. Я жила, снимала квартиру. Он был в санатории. И вот так один очередной раз они провожали меня вдвоем. Моя подруга и мой муж. Леонора, потому как вы дрожите и голос дрожит. Вы готовы уже сейчас снять маску? И мы будем говорить без масочки. Давайте снимем. Надюш, ты не против? Коль я пришла сюда, значит я готова. Снимите с меня, пожалуйста, эту маску. Мне тяжело дышать. Спасибо, Леонора. Спасибо. Конечно, это очень тяжело поделиться со всеми своей болью. Но я уверена, что это не зря, потому что сегодня мы найдем выход из этой ситуации. Поддержите, пожалуйста, Леонору. Спасибо вам. Спасибо вам. Я приехала специально на эту передачу. Я была открыта миру. А потом голосло все. Небо упало мне на плечи. Этот груз я ношу уже сколько лет. Так что же случилось? Ваш муж и ваша подруга, с которой вы были очень близки, провожали вас вместе. Вы уезжали с сыном в санаторий. Да. А они пошли домой. И это состоялось. Но я этого не знала. Я не знаю, когда я приехала к Феодосию, у меня поднялась температура. Меня трясло. Я не была ни на пляже, нигде. Мне настолько было плохо. То есть вы почувствовали, что там что-то неладно. Да. А как ваши подозрения потом подтвердились? Как вы узнали? Я не знала, что это. Мне просто было плохо. А потом прожило время. Я приехала. Я приехала. Все так же точно, прекрасно, замечательно. Все улыбаются. Ничего как бы не изменилось. Но у меня было очень много друзей на тот момент. И они начали как бы намекать мне. Они знали об этом? Да, они знали. Но не говорили конкретно, а намекали мне. Я не верила. Понимаете, я своего мужа спасла, можно так сказать, с того света. И он лежал в больнице, но с ним произошла там ошибка врачебная. Ему сделали укол, он раздулся, как воздушный шар. Он начал гноиться к нему. Врачи говорили, мы не знаем, что с ним делать. И только я приходила, уже его даже не перевязывали. Я его перевязывала, я ему шутила. Он только смотрел мне в глаза и говорил, ты меня только не брось. Я тебе говорю, ну, лупенький. И сама смеялась ему. А потом выходила и рыдала. И вот такая в очередной раз едем мы, проезжаем мимо церкви. Говорит, доча, пошли, пожалуйста, в церковь. У меня душа разрывается. Я упала на колени, билась головой. Я не знаю, сколько так происходило. Не переживайте. Вы видите, какая ситуация. То есть получается, что у вас с мужем не просто была семейная жизнь. Двое детей. И пережито вместе очень тяжелое испытание. Когда вы мужа своего поддержали, я так понимаю, что вы ему очень доверяете. Он выздоровел на второй день. Я пришла, у него зарубцева. И чудо произошло. Это чудо было. Если бы кто-то сказал, это было, я бы не поверила, но это было со мной. Но дело в том, что пережить такое, когда я, можно сказать, у Бога, его здоровая жизнь ему выпросила. И потом вот так предать. Я даже подруга. Я такая близкая, родная, делила все. И двойное предательство. Мне было настолько тяжело, настолько больно, что я... А ваш муж признался в том, что это произошло? Ваша подруга. Что они вам говорили, когда вы об этом узнали? Они сначала ничего не говорили. И у меня было уже такое состояние, что я хотела уже покончить жизнь самоубийством. Так мне было плохо. И пришла, говорю, у меня так было. Я чувствую, кто-то у него есть. Ей говорили? Я говорю, я чувствую, мне так плохо. Я покончу жизнь. А она говорит, ничего, я за твоими детьми присмотрю. Ой, боже мой. Я поняла, что это, наверное, правда, что они говорят. Что это правда. И я пошла домой. Знаете, как мы женщины умеем? Приласкать, поцеловать. Я говорю, ты мне скажи. Я все понимаю. Ну, скажи, сними с меня камень этот. И он мне признался. И рассказал все в подробностях, как это было. Ну, в общем, у меня был микроинфаркт. Боже. Было такое, что он не пришел ночевать. И у вас случился приступ? Да. Сердечный. И все. И у меня еще был микроинсульт. А микроинсульт? У меня была ногу, тянула руку и речь. Речь. Я больше всего три года восстанавливала речь. Танюш, ну, что вот это такое, когда самые близкие люди? Можно предположить, что о чем думал муж и подруга в этот момент? Они знали, что Элеонора им очень доверяет. Муж знал, что она сделала для него очень многое. Что может людей толкнуть на то, чтобы просто пойти, грубо говоря, заняться даже не любовью? Знаешь, как ни странно, и вот то, что хочу сказать нашей героине, движет людьми потребность в удовольствие. В удовольствие. Вот как небанально это звучит. Вы понимаете, вы своей подруге создали максимально комфортное условие, что, к сожалению, делают очень многие женщины. Доверяя ей сокровенное, вы доверили ей сокровенную свою боль, что вы ожидаете от мужа благодарности. Вы ожидаете от него, что он будет всю жизнь помнить, что вы его выходили, вы молили, если хотите, у Бога. И вы жили вот в этом состоянии ожидания. Я ничего от него не хотела, я не думала даже о какой-то благодарности. Вы понимаете? Подождите, мы же все хотим, чтобы люди, с которыми мы жили, нам не изменяли. Вы понимаете, ведь измена – это потребность и это подсказка, что нужно что-то было менять уже в семье. Вы за 15 лет настолько с мужем соединились и были таким одним целым. И у вас уже все было настолько стабилизировано. И когда вы были озабочены здоровьем вашего ребенка, муж в этот момент решил просто отдать свою боль другой женщине, которая в этот момент готова была его выслушать. Вы понимаете, самая большая ошибка, которую делают все вот женщины – нельзя, ни в коем случае нельзя рассказывать подружкам о сокровенном, связанном с мужем. О чем угодно. Танюш, я с этим согласна, но с другой стороны, тогда получается, что виновата только Элеонора. Есть хорошая подруга, есть муж, которым мы доверяем. Потом у них что-то произошло, чего не должно было произойти. И опять же, выходит, что Элеонора сама и виновата. Ну или окажешь бы я в такой ситуации? Вообще умница, Надюш. Во-первых, столько силы, столько добра, столько любви пронести через всю жизнь. Я хорошо готовлю. Я очень люблю детей. Я, пусть это слышат все, я люблю секс. Это очень хорошо все. Понимаете, я была гиперактивна. Это я вот после революции стала уже поправляться. И вот я, вот это меня гложет, это беда. И это наверняка вот это моя негативная энергия, которая идет в мой вес. Эля, вот смотрите, вы же сказали такую простую вещь. Вы не только помогали подруге с ее детьми, которые были меньше, вы даже им позволяли у вас ночевать. Да. Я, как семейный психолог, утверждаю, вашим семейным, вот том, что вы создаете своими руками очаги, не должны даже лучшие подруги ночевать. Вы огромная, любящая, вот такая для всех мама была. Вы и мужу были мамой, вы его выносили, вы его отмолили у Бога, вы вместо него многие вещи решали. И когда ему захотелось стать сильным и мужественным, он пошел к кому? К той, которая привык. Она была перед глазами. Меня гложет. Вы знаете, я все понимаю. Я не могу, наверное, простить. Я не могу научиться прощать. Я хочу научиться прощать. Я вот пять лет назад я поставила перед собой цель. Я буду прощать. И сейчас мы это сделаем. Я закрыла. Дело в том, что я всегда всех прощала. Скажите, вы себя простили? А потом закрыла. Я живу в темноте. Весь все сидит у меня на плечах. Мне тяжело. Это как ржавчина, которая расследит меня из середины. Мне плохо. Вы живете со своим мужем сейчас? Да, я живу. А почему вы не ушли от него? Вы знаете, я не ушла, потому что в тот момент у меня были еще дети. Я, во-первых, боялась, что я их не поставлю на ноги сама. Но самое главное, что я считаю, семья должна быть цельная. А она цельная у вас? А зачем вот столько лет вы с ним прожили? Вы знаете, вот сейчас, наверное, мои дети мне благодарны, что я с закрыли. Потому что сын был тогда в выпускных классах. Он в тот момент хотел его убить. Он просто говорит, я его убью. А сейчас у них прекрасные отношения. У них с отцом очень близкие, но он тоже изменился. Он же обвенчался со мной. После этого события он обвенчался. Да, я хотела разорвать, но это все мыторство, это все. Он говорит, я перед Богом даю тебе слово, что я никогда тебе не... Он просил у вас прощения, правильно я понимаю? Вы знаете, он из тех людей, которые не умеют просить прощения. Он как бы считает, я с тобой повенчался, это поступок. Значит, я доказал? Я тебе показал, что я никогда с тобой... Мужчина именно так. А вы вот в это время, которое прошло после измены, вы с ним об этом часто говорили? Часто. В каком контексте у вас происходили эти разговоры? В каком контексте? Сначала я очень сильно ее ненавидела. Я думала, что я ее смогу исправить. Она, в общем-то, жила как бы со своим мужем, потом она разошла с ним. И она у всех своих подруг, знаете, как спорт лото было, как спортивный интерес. Вот она должна была переспать со всеми мужьями. Так вы знали о том, что это такая женщина? И я ей говорила, что этого делать нельзя, говорю. Ну, то есть я ее как бы, ну, как бы я взяла на ней шефство. То есть детей ее не начала, ее воспитала. О моральном облике говорила ее. Как бы, говорю, этого нельзя, ты понимаешь? Элев, услышьте, пожалуйста, вы ей были не подругой, вы ей стали мамой. Как и мужу. Как и мужу, как и своим детям. И отсюда вот ваши красивые пышные формы. И отсюда вот та энергия, про которую вы говорите, якобы накопившаяся. И отсюда непрощение, и отсюда боль души. Это из-за того, что вы одну единственную роль, которая для вас была самой лучшей, вы ее применили на все случаи жизни. Нельзя. И никакого чувства вины, боже упаси. Не об этом. В женской дружбе самый главный аспект – это когда есть единый интерес и партнерские отношения. Если нет единого интереса и партнерских отношений, то обязательно кто-то становится жертвой, а кто-то тираном. Вы ее тиранили, воспитывая, а она вас сделала жертвой в ответ, когда сделала то, что сделала с вашим мужем. Понимаете? Поэтому давайте вот подругу отодвинем сейчас пока в сторону и вернемся к вам, потому что вы и ваш муж... Я считаю, это моя ошибка. Почему мне тяжело? Не нужно искать ошибки. Поверьте, давайте разберем, как же все-таки надо было простить правильно. Давай. Обида – это детская форма поведения человека. И с помощью обиды достигает своей цели. Ребенок у нас внутри живет, тот, который обижается. Взрослый человек, который смотрит реально на жизнь и берет ответственность за свои поступки, не обижается. Поэтому ваша внутренняя маленькая девочка, она вот обняла, ничего не сказала и вроде бы простила. А на самом деле не простила. И поэтому столько лет, 17 лет вы это несете. Смотрите, для нас очень важно, чтобы вы поняли, что когда вы обвиняете кого-то, плохая подруга или плохой муж, или вот, конечно же, двойное предательство, что может быть хуже? Чтобы вы в этот момент главное поняли. Нельзя ни в коем случае произнести слова из своего эго. Я тебя прощаю. Это ошибка. Нужно взять ответственность на себя и сказать, прости меня, что я привела к этой ситуации. Слух сказать? Мысленно работает точно так же. Сначала мы представим образ. Представьте, прощение имеет всего лишь три шага. Первый шаг – взять ответственность на себя. Я у него просила прощения. Я говорила, прости меня, что я была такая глупая. И начали себя унижать. Глупая. Нет, что я привела к такой ситуации, что у нас так вот все получилось. Всегда в измене оба виноваты. Не стало легче, потому что не пройдены вот эти три волшебных шага. Шаг ответственности – прости меня. Шаг напитывания себя позитивом – и я прощаю тебя. Это равновесие. И третий шаг – я благодарю тебя, что эта ситуация создалась, и я изменилась. Вы понимаете, что самое ужасное? Вы за 17 лет не изменились. Не измени, вот. А если вы сейчас выйдете из этой студии со словами «Я благодарю эту подругу, что она меня научила выбирать подруг. Я благодарю этого мужа, что он меня заставил измениться». Ой, Танюшечка. Вы начнете сразу же. Это правда? Это факт? То есть каждый раз я представляю жизнь женщины, которой муж постоянно изменяет. Каждый раз, когда он возвращается, и мы понимаем, что это опять произошло, мы будем говорить «Спасибо, дорогой, я виновата». Не с этого. Нет. Не с этого. Надюш, опять не с этого. Смотри. Измена – это изменить. Изменить уклад в семье. 17 лет прошло, уклад не изменился. Согласна. Ничего не изменилось. Как была, по сути, позиция, «Я знаю лучше, я хожу по психологам, я еще что-то ищу, еще чего-то ищу». Себя найти надо. Надо себе сказать. Это мне надо его простить. Вы вот за наше все общение так и не сказали. Хотите ли вы с ним сохранить то, что есть? Я не знаю. Вот. Я не знаю. Если бы я нашла выход и смогла его простить, то, наверное, бы да. Потому что он говорит, что мне никто не нужен. Я хочу быть только с тобой. А я не могу. Скажите, что вы просите у него прощения и берете на себя ответственность за свою жизнь. Сказать и сделать разные вещи. Танечка, можно сказать, но ничего не меняется. Я уже пробовала это. Не знаю, какая должна быть грань, чтобы это произошло. У меня есть подруга хорошая, которая в своей жизни пережила ситуацию. Ну, там не с ее подругой муж изменил, но изменил с другой женщиной. И было страшно видеть, как эта женщина, которая, в общем-то, как бы и легко относилась к изменам, как она переживала. То есть там тоже было... Чуть ли не до инсульта доходило. Она лежала в больнице, и она мне говорила, Надя, я не знаю, как его простить. Вот не могу. Я понимаю, я себе говорю, надо простить, надо простить. Не могу сделать, и все. И тогда у меня, мне знаете, кажется, что вот есть моменты в жизни человека, когда человек понимает, вот, либо я это сделаю сейчас, либо все. Вот как вам кажется, 17 лет мучений. Вы не можете простить своего мужа. Да бог с ней, с этой подругой. Я уверена, что жизнь там все разобралась. Вы не можете простить своего мужа. Вот представьте, что сегодня тот день, после которого ничего не будет. Вот сегодня все решится. Есть человек, который вам помогает. Мы вас поддерживаем. Страна, которая сейчас нас видит, понимает, что это должно произойти. А теперь, Леонора, добавим еще сюда вот что. Если получится у вас, получится у миллионов женщин, которые находятся в этой ситуации, к сожалению, а может быть и мужчин, потому что они тоже испытывают предательство на себе. И вся проблема, может не вся, но большая часть проблемы в том, что они не могут простить. Поэтому вот вы сейчас просто не только себе, а нам. Мы все здесь для того, чтобы вам помочь. Ответьте на вопрос. Вы хотите его простить? Хотите его простить или нет? Потому что нет, это тоже ответ. Да, это тоже выбор. Хочу. Это тоже выбор. Вы хотите его простить. И вы сделаете все, что нужно для себя. Вы это сделаете? Для себя. Я хочу. Отлично. Я прощаю. Умничка. А теперь вот ваш муж наверняка посмотрит передачу. Конечно. Посмотрите, пожалуйста. И мы закрепляем ваше прощение самым важным аспектом, любовью. Перечислите, пожалуйста, сейчас, за что вы благодарны своему мужу, что хорошего в жизни он вам дал. Я знаю первое, за секс хороший. Нет, за детей. Вот, Надюша. А не было бы секса, не было бы детей. Поверьте, Леонора, в жизни очень многих женщин нету этих двух очень важных и приятных составляющих. Это правда. Так что это многое. Пожалуйста, продолжайте предложение. Я благодарю своего мужа. Мужа за сына, за дочь. За прекрасный секс. Благодарю. Своего мужа. Своего мужа. За то, что он терпит меня, потому что я очень эмоциональный человек. Так, а терпение, это какое качество, вот если вот в позитиве, потому что терпит как-то так вот опять, вот туда в жертвенность скатываемся. Какое качество вашего мужа, вот это терпение? Я благодарю тебя за то, что ты добрый. Есть. Еще за что? Я благодарю своего мужа, за то, что он трудолюбивый. Великолепно. Вы поменялись, как вы думаете, за это время? Ну, буду надеяться. Что-то там зародилось. А какие качества у вас зародились? Теперь себя. За что могу себя поблагодарить? Ну, сейчас немножко легче стало. Ну, не знаю, легкость какая-то внутри. А теперь закрепляем. Я благодарю себя за то, что приехала к Надюше на передачу. И всем они будут добрые. И по программе он будет добрый. Умничка. И благодарю всех вас за себя. Я благодарю себя за то, что я хорошая мама. Отлично. Еще. Я хорошая хозяйка. Я темпераментная женщина. Нам это нравится. За прощение. И очень вот важный еще момент. Танечка так хорошо говорила о том, как чувствует себя человек, когда он обижен. Вот он чувствует себя обиженным. А как вы себя сейчас чувствуете? Ну, не легче намного. Спасибо. Немножко света появилось. Знаете, как солнышко всходит? Вот рано, рано, рано. Отлично. На утренней зорьке солнышко всходит и становится теплее. И как бы все расцветает. И вот какое-то ощущение тепла. А солнце в вашей душе никогда вас не покинет, если вы будете просто жить в благости по отношению к себе. Только к себе. Вот сейчас я любимая. Домашнее задание, Элечка. Я ж не могу. Я ж не умру. И всем нам. И всем нам. Забыли, как любить себя? Возьмите свою фотографию. Трех-четырех лет. Где вы улыбаете? Помните себя? Солнечко. Я такая там... Халюсенькая. Солнечная, правда? Я такая дама, вся в кружевах. Вот, вся солнечная. Вся в бантиках. Легкая, правда же? Да. Радостная. Вся в цветах. А когда вы смотрите на эту фотографию, вы улыбаетесь? Конечно. Домашнее задание. Выставляете на видное место эту фотографию свою маленького ребенка. Помните? Это же она обижаться начала. И вас научила за долгие годы. И теперь вы делаете. И все, пожалуйста, сделайте. Это всегда полезно. Накопить добро внутри себя. Вы говорите каждое утро этой маленькой девочке. Элечка, я так тебя люблю, моя девочка. Что сегодня тебе вкусненького приготовить? Или в какое красивое платьице тебя одеть? Я абсолютно серьезно говорю. Я сейчас не шучу. Это и есть начало пути любви к себе. Это и есть ваше солнышко, которое будет всходить. И тогда из этого состояния Элечка, я так тебя люблю. Вы пойдете и скажете своему любимому мужчине. Я так благодарю тебя, что ты научил меня по-настоящему прощать, это не значит, что ты будешь безнаказанным. Отнюдь. Это две разные вещи. Но это другая история. Спасибо. Танюшенька, давай закрепим эту, не побоюсь этого слова, жизненно важную информацию. То есть, если в нашей жизни возникла вот такая ситуация или другая ситуация, когда мы чувствуем себя обиженными, что нам нужно делать, чтобы простить по-настоящему и жить дальше? Мы делаем все по пунктам. Первый шаг – прости меня. Это шаг ответственности. Когда прости меня, что я была маленькой девочкой и обижалась, хотя я взрослая женщина. Это называется шаг ответственности. Второй шаг – и я прощаю тебя за то, что ты изменил меня на самом деле. Не изменил мне, а изменил меня. Я научилась по-другому. Опять в позитиве. Слышите? В позитиве. Я научилась по-другому выбирать подруг, выбирать украшения, вести себя по жизни. И самое главное, чем мы закрепили этот позитив? Я благодарю. И благодарности много не бывает за все. За секс, за детей, за красивое платье, за путешествие, за жизнь вместе. Да просто за то, что ты добрый, терпеливый, заботливый. Вот за все благодарю. Итак, прости. Прощаю, благодарю. И все будет в вашей жизни. Прекрасно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...